Смотреть на мир и видеть все его краски, даже если зрение уже давно утрачено. Скорее всего, это под силу человеку с характером. В Кенель-Черкасском районе проживает 56 людей, утративших зрение. Они нуждаются в постоянном общении и поддержке. Объединившись в один коллектив, смотрят на мир по-новому, наполняют его событиями и проводят яркие встречи. Мне времени не хватит, если про нашу работу и про наши мероприятия. Вот начиная, допустим, даже вот с декабря месяца, ездили мы в Сарбай, это музей народного прикладного творчества. Сами там и горшочки лепили, все что угодно. То есть прикладное искусство, и мы принимали рукотворное и делали все это, изготавливали. Потом готовились к Новому году. Мы подготовили такой классный сценарий в том плане, что на вагоне. То есть и Дед Мороз, и Снегурочка, и представители, то есть все были костюмированы, во-первых. И весь сценарий был от первого слова до последнего, все в стихотворной форме. Галина Краснова – председатель районного общества слепых. Главный наставник для многих, кто однажды потерял надежду на счастье. Она родилась в 1939 году вполне здоровым ребенком. Но трагический случай изменил всю ее жизнь. На три года Галина Краснова оказалась прикованной к постели. Болезнь разбила мечты, но не смогла сломить дух сильного человека. – Человек, конечно, очень сильный. Действительно по натуре такой вот жизнерадостный всегда. Такая вот прям она… Ну, я не знаю, я прихожу к ней вот как к себе домой. Человек незрячий. Ну, практически незрячий. И вот считаю, что я ее глаза, руки, если куда-то что-то сделать, и ноги, если вот мы с ней… Сейчас вот она нет, ну, пока не выезжает никуда. А так мы в Самару ездили везде на конкурсы, везде на всякие фестивали. – Я сопровождала. – Да, сопровождала ее всегда. – Телефон. По его проводам проходит главная нить, объединившая в разных селах района незрячих людей. Каждый день они общаются по телефону, делятся своими мыслями и даже разучивают сценарии к предстоящим событиям. – Общаемся. – Звоним друг другу иногда раз, иногда два раза в день. Вот настолько я уже привыкла, что без этого не могу. Во-первых, она в каком бы состоянии ни была, она поддерживает настроение других людей. И любое сочиненное стихотворение она читает и вдохновляет именно на хороший настрой. За ее хрупкими плечами огромный опыт работы с детьми. Галина Краснова смогла преодолеть недуг. Она окончила школу с золотой медалью, а позже получила высшее образование в Куйбышевском педагогическом институте. 25 лет эта женщина посвятила работе учителя русского и немецкого языков. Галина Ивановна я слышала давно, так как я тоже родилась в Кенель-Черкассах, но вот так близко не была знакома. И когда меня пригласили в общество слепых, я была даже очень рада, что я именно познакомлюсь с таким человеком, который пишет стихи. Я с детства слышала эти стихи. Как бы родители мои знали Галину Ивановну, даже знали ее маму. В школах Кенель-Черкасского района Галину Краснову знают как поэта. Она автор семи сборников. На ее стихи пишут сочинения и учат их наизусть. Вы знаете, для меня они все любимые, как говорят, да? Но вот это вот три куплета, давайте я вам прочитаю, да? Дружба народу, как воздух нужна. Планета ранимая, страдает от зла. Ее по-семейному надо любить, чтобы потомкам добро сохранить. У каждой страны ведь красоты свои. Обычаи, нравы, законы, мечты. Зачем реки крови? Зачем нам Майдан? Для жизни земной шанс единственный дан. Все ходим под Богом. Зачем же грешить? Научимся землю, друг друга любить. Для всех одно солнце, одна и луна, одна и планета для счастья дана. Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот вам. Спасибо большое. Спасибо. Благодарные ученики помнят своего учителя. Супруги Муратовой дружат со школьной скамьи. В этом году их семье исполняется 40 лет. Все это время они идут вместе, рука об руку. И при возможности всегда навещают своего классного руководителя. Галина Ивановна хоть и была строгая, но она теплая женщина. Очень такая добрая. Поэтому по-другому никак нельзя. Однажды она меня так наказала целую неделю, на свой немецкий не пускала. Я случайно там разбила нос мальчику. И вот она меня наказала, чтобы извинилась. А за что я буду извиняться, если я не виновата. Женщина всегда не виновата. Ну и вот она меня так наказала. Целую неделю не пускала. У меня была пятерка, поэтому она и не расстраивалась из-за этого. Галина Краснова признается, сил ей прибавляет поддержка друзей. И несмотря ни на что, она живет полной жизнью. Строгая и самое главное справедливая. Поэтому мы до сих пор к ней тянемся. В нашей жизни на сегодняшний день очень много несправедливости. Поэтому всегда хочется услышать справедливые мышления, справедливость о насущном сегодняшнем дне. И всегда придя к ней или позвонив, услышишь справедливые, точные, правильные советы. Почетный гражданин Кенель-Черкасского района и Самарской области. Номинант общественной акции «Народное признание». Галина Краснова нашла в этой жизни свой путь достойного гражданина этой страны. Рукоделие – кропотливая, увлекательная работа. Здесь нужно много терпения и труда. Тогда получится хороший результат. Наталья Литвинова всю жизнь посвящает себя этой работе. Конструктор-технолог по образованию. Она много лет работала модельером в Самаре. И однажды переехала в село Хилково Красноярского района. Здесь открылась новая глава ее жизни. Наталья Литвинова создала студию рукоделия «Хилковские самоцветы». Я считаю, что Наталья Юрьевна Литвиновна – это вообще мастер своего дела. Человек с большим опытом, с большим стажем работы, который приехал к нам сюда 10 лет тому назад и возглавил вот эту народную студию. Эта женщина буквально вдохнула жизнь в сельский дом культуры. Дети с удовольствием приходят на занятия. Шьют, вяжут, вышивают. Алина уже 7 лет посещает студию рукоделия. Настоящая мастерица. Больше всего ей нравится ткать лентами. В будущем этот узор может стать отличным украшением для новой подушки или одеяла. Я очень рада, что попала сюда, потому что я здесь очень много научилась. И ткать, и ткать бисером, и лентами. И я познакомилась с очень многими людьми, которыми мне стали лучшими друзьями. Говорят, рукоделие развивает фантазию. И даже закаляет характер. Порой за любимым делом забываешь о заботах и времени. Это очень увлекательное. Все забыла. Какая погода, что по телевизору идет. Это ничего уже не интересует. Интересует вот это. А особенно, когда кончаешь эту работу. Вот это ж вообще. Не каждый сельский клуб может похвастаться столь богатым выставочным залом. Сказочные костюмы, вышивки, поделки – все это не просто экспонаты. Местные артисты участвуют в таких костюмах во всех праздничных мероприятиях. Эти наряды сшиты из самых обычных конфетных фантиков. Они только малая часть всех работ, представленных в этом зале. Особую нишу занимают красавицы-куклы в национальных костюмах. Лауреаты конкурсов всероссийского и международного уровня. Хотелось бы начать вот с этой куклы. Потому что она, собственно, и явилась родоначальницей всех тех, которые вы видите. Эту куклу выполнила моя ученица, Люсене Масикян, армянка по национальности. Но которая заразилась буквально русским костюмом. Это жадница называется костюм. В этом костюме женщина выходила на жатую в первый день уборки урожая. Это был праздничный костюм. Лауреат творческих конкурсов и фестивалей. Участница областной акции «Народное признание». Наталья Литвинова вдохновляет своими работами всех вокруг. Сначала я захотела крючком вязать, учиться. Крючком вязали мы. А потом Наталья Юрьевна вместе мы решили на вышивке. Вышивка на лентах. И вот эти работы меня увлекли. Больше всего красота вот эта сама. Здесь все время кипит работа. Каждый занят своим делом. Хилковские самоцветы собираются пополнить свою коллекцию новыми шедеврами. И представить их всему миру.